Здравствуйте, телезрители! С вами программа «Репортер» и я, ее ведущий Евгений Луценко. Сегодня отличная новость для поклонников одного из культовых сериалов. Пока не буду раскрывать секрет. Смотрите и удивляйтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ажиотажа вокруг. Напряжение среди поклонников растет. И, наконец-то, этот день встает. Спустя несколько часов после мировой премьеры в России показывают легендарную «Игру престолов». Сегодня в наш кинотеатр придет более 300 человек посмотреть эту серию. Репортеру удается попасть на закрытый показ. Месяцем раньше серию презентовали в Тауэре. Звезды прошли по красной ковровой дорожке в одном из старейших зданий британской столицы. В Самаре все чуточку скромнее. В ДНР из Таргарина нарядили местную студентку. А воины за стеной ролевики. Зато учат драться не хуже, чем в сериале. Соответственно, рукоять здесь, в Таргарда, фактически. С размахом наносит, соответственно, удары наносит потихонечку. Перед началом зрители разминают показательными драками и массовыми боями. Как бы намекают, будет на что посмотреть. По подсчетам одного из иностранных каналов, первую серию предыдущего сезона посмотрели 18 миллионов человек. И это рекордный показатель для мирового телевидения. Тем более, к окончанию четвертого сезона сгустились все краски сюжетных линий. В фэнтези-саге наступил переломный момент. «Игра престолов» — американский сериал, созданный по мотивам цикла романов «Песни льда и пламени». Действие происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. В сериале одновременно действует множество персонажей и развивается несколько связанных друг с другом сюжетных линий. Одна посвящена борьбе нескольких влиятельных семейств за трон королевства. Другая — о попытках обнищавшего орден, охраняющего древнюю стену на севере страны, противостоять сверхъестественной угрозе извне. Третья — о путешествии принцессы-изгнанецы по странам Востока в попытках найти себе союзников для возвращения на родину. В сериале появляются драконы и всякие сверхъестественные существа. Специально для фильма разработали дотракийский язык. Можно почувствовать себя рыцарем, прекрасной дамой, бастардом, кем угодно. В новом сезоне сестра и брат Ланнистер учатся управлять королевством. Тирион узнает о тайном заговоре, а Дейенерис приходится столкнуться с новыми проблемами. Но это только начало. Создатели сериала приплюсовали еще 10 новых персонажей. Мне очень интересна жизнь Арии. Очень интересно. Да, и что с ней, как я за нее болею. Я ожидала, что смертей гораздо больше будет, как-никак, ну, начало сезона. Но это тоже неплохо. Первая серия оправдала мои надежды как бы на весь пятый сезон. И концовка вполне соответствует сериалу. Сериал уже оказался в центре скандала. До мировой презентации в сеть попали первые четыре серии. Сейчас правообладатель ведет расследование об утечке информации. Но это никак не скажется на телезрителях. Они смогут как минимум 10 часов наслаждаться пятым сезоном. Команда фильма уже начала работу над шестым. Посмотрим, как будут развиваться события. Хороших вам вечеров. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok